Вот это английский! Здравствуйте! И мы продолжаем разбирать статью 30 сумасшедших вещей, которых вы не знали о России. Итак, продолжим. Переведем. Русские сидят тихо for a few seconds на протяжении нескольких секунд before traveling перед путешествием. Отсюда нужно обязательно запомнить слово quiet – это тихий. Quiet – тихий, а вот то, что нам встретилось, это другая его форма. Quietly – тихо. Суффикс наречия, который не раз уже нам встречался в других статьях. Чтобы не повторяться, вернемся на пару выпусков назад. Вот этот суффикс «ly» – это суффикс наречия. Наречия отвечает на вопрос «как». То есть, если final – это конец или финал, то finally – это как? Наконец. Финально. Finally. Russians sit quietly. Русские сидят тихо for a few seconds на протяжении few – это несколько. Тоже, кстати, нужно запомнить полезное слово. Few – это парочку, несколько. So few patience – so much money. So few patience – so much money. So few patience – so much money. Russians sit quietly for a few seconds. Русские сидят тихо на протяжении few seconds – нескольких секунд. Before traveling. Before – это до. Before traveling. До путешествия. Слово before, если не знали, тоже постарайтесь запомнить. Before – до. I've never seen purple underwear before Calvin. I've never seen purple underwear before Calvin. I've never seen purple underwear before Calvin. Теперь читаю полностью. Russians sit quietly for a few seconds before traveling. Russians sit quietly – русские сидят тихо for a few seconds – на протяжении нескольких секунд before traveling – перед путешествием. Ну, такая вещь действительно есть. Это даже не стереотип, это правда. У нас есть такая вещь. Перед тем, как отправиться в долгое путешествие, русские так делают. Садятся и молчат. Есть такое поверье у нас. Before heading out on a journey, they say – присядем на дорожку, which means let's sit down for the road. Разбираемся. Опять. Before – прежде чем heading out on a journey, to head out – это что сделать? Head – это голова у нас, а out – это значит наружу. Это, запомните, это так. Выйти головой наружу и направиться куда-то, вот прям целеустремленно, головой. To head out – это направляться куда-то. Вот в таком смысле, как в этом предложении употреблено. Before heading out on a journey, прежде чем отправляться в путешествие, запомните, head out – это отправляться куда-то. Before heading out on a journey, they say – они говорят, присядем на дорожку. Вот они прям по-русски пишут в своей статье, чтобы американцы посмотрели на русские слова, как это выглядит. Присядем на дорожку. Which means? Что означает? Let's sit down for the road. Давай сядем для дороги. Дословный перевод. Нормальный перевод так и будет. Давай присядем на дорожку. Теперь я читаю полностью. Вы стараетесь вдуматься и вспомнить, что head out – это направляться куда-то вперед. Before heading out on a journey, прежде чем отправиться в путешествие, they say – они говорят, присядем на дорожку. Which means let's sit down for the road. Вот так. Едем дальше. Back in the day, people would sit in silence for a few seconds, and they say a quick prayer for the journey ahead. Back in the day – дословный перевод. Назад в дне. Никакого смысла в этом нет. Но если задуматься назад в дне, это можно заассоциировать с в старые дни или в минувшие дни, в те дни. Давным-давно. Back in the day – давным-давно. People would sit in silence. Люди сидели в молчании for a few seconds на протяжении нескольких секунд. Опять словосочетание – few seconds. Несколько секунд. Пара секунд. Sit in silence – сидели в тишине for a few seconds. Несколько секунд. Слово silence очень легко запомнить. Его постоянно кричат. Silence! Молчать! Silence! Everyone! Silence! Всем заткнуться! Тихо всем! Посмотрите отрывки. Everyone silence! Everyone silence! 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 Ну так вот, теперь вы сможете наорать на американца, если вам будет не нравиться, что он у вас говорит. People would sit in silence. Люди сидели в тишине for a few seconds на протяжении нескольких секунд and then say a quick prayer. И затем говорили быструю молитву. Quick – быстрый. Prayer – это молитва. Или же даже богослужение. Такое тоже есть значение. A quick prayer for the journey ahead. Быстрая молитва для путешествия впереди. Вот опять мы видим слово со словом head в составе. Ahead. Опять head – это голова. Ahead – это впереди. Запомните, перед головой. Ahead. Look straight ahead. Look straight ahead. Look straight ahead. Итак, подытожим теперь все... А, нет. Давайте сначала прочитаю еще раз вам это предложение, последнее, чтобы вы точно его поняли и осознали теперь. Back in the day, people would sit in silence for a few seconds and then say a quick prayer for the journey ahead. Все. Подытожим слова, которые мы сегодня извлекли из этого урока. Слово quietly – тихо. Quiet – тихий. Запомнили. Few – несколько. Few – парочку, несколько. Few seconds. У нас два раза встретилось. Несколько секунд. Few seconds. Далее. Head out – это выдвигаться головой наружу куда-то, да? Head out. To head out – выдвинуться, выйти куда-то. To head out on a journey – выдвинуться в путешествие. Выйти в путешествие. Далее. Back in the day – словосочетание. Это в те дни, в старые дни. Back in the day. Также слово silence – безумно полезное. Silence – молчать. Silence. И слово prayer – молитва. To pray – молиться. Prayer – молитва. Теперь я читаю этот текст полностью заново, постараюсь помедленней, а вы постарайтесь, в свою очередь, вспомнить максимум слов, которые я вам объяснил. Ничего страшного, если все не вспомнится, главное хотя бы какие-то из слов, чтобы у вас в голове всплыли. Итак, поехали. Присядем на дорожку. Which means let's sit down for the road. Back in the day, people would sit in silence for a few seconds and then say a quick prayer for the journey ahead. Спасибо огромное за просмотр. Жмите вот на вот эту кнопку, не стесняйтесь, нажимайте на нее. Мне очень нравится давать вам новые материалы. А если вам понравилось мое видео, нажмите также лайк под ним, чтобы это мне показать. До скорого. Видео новые каждый день. Здоровья. До скорого. Очень sü反 qu Pierre.